Когда у нас были события на Болотной площади, это где-то в 2010 году, тысячи людей вышли на улицу, это были в основном молодые люди и обеспеченные люди. Туда приезжали люди на прекрасных машинах и шли потом на площадь. Это не пролетариат, там не народ вышел на улицу бедный, это шли и они несли лозунг «Крем, ты нас не знаешь». Ведь человеку кроме того, что добывать пищу нужна идея, вот этой идеи нет. Я очень долго работаю над книгами, это 10, а то и больше лет, записываю очень много людей. А потом, как бы, дело не в том, что собрать коллекцию ужаса или что, дело в том, что собрать новый взгляд, новую философию. То есть посмотреть на события с другой стороны. Я не фотографировала людей, потому что мало у кого сохранились эти фотографии, все-таки была война. А фотографировать их старых уже, это было как бы из другого времени, это было неинтересно. Ну, как все, мы все живем в людях, у нас есть друзья, у нас есть любовь, у меня есть внучка, есть дочка. В жизни много вещей, за которые можно зацепиться и обрадоваться. Даже утром сидеть и чашку кофе пить, и смотреть в окно, это тоже вещь, которая помогает. Ну, в красоте, наверное, завершена вся, вся идея мира. Наверное, Бог думал о красоте прежде всего. Потому что добро, оно тоже делает человека красивым. И вообще все добрые дела очень красивы. Ну, свобода для меня – это делать то, что я хочу. И деньги для меня всегда были возможностью делать то, что я хочу. Потому что, чтобы делать мою работу, для этого надо было… Ну, невозможно было представить, что ты где-то бы служил. Это было невозможно. И поэтому я рада, что у меня были деньги для свободы. И всегда они только для свободы. У всех, с кем я встречалась, я спрашивала, что такое свобода. И получала очень разные ответы. Старые пожилые люди как больше связывали свободу с социальными вещами. Молодые говорили о любви, говорили о путешествиях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok